Все извращенцы. Статьи. Вопросительный знак «Все извращенцы». В сети разыгрался шторм, в котором утонули многие телевидения, киномеханика, события Кондрашов Александр. Александр Рабак в роли следователя Градова Теги, Кондрашов Александр, Борис Хлебников, шторм, старт, Александр Рабак, кино, мнение, отзыв, рецензия. В прошлом году для киноманов главным событием в сериала «Варенье» стала многосерийная комедия «Домашний арест» Петра Буслова, которая появилась в сети, но ни на одном телеканале показана не была. Также, как сериалы «Звоните» Ди Капри, Ажоры Крыжовникова и содержанки Константина Богомолова, произведшие большие впечатления, чем множество телевизионных премьер. Теперь же название главного события года претендует, и вполне заслуженно, сериал Бориса Хлебникова «Шторм», недавно появившийся на платформе «Старт». В главной роли Александр Рабак. Впервые я увидел его в сериале «Вокзал», который показали в 2003 году и с тех пор не повторяли. А жаль, в нем свои первые большие роли сыграли, и очень хорошо, Андрей Мерзликин, Ирина Гринева, Ярослав Бойко, Александра Урсуляк. Рабак запомнился там в образе здоровенного увольна работяги, влюбленного в изысканную красавицу. За прошедшие годы он работал много и разнообразно, снимаясь и в драмах, и в комедиях. Назову, конечно, яркую комедийную роль с жаркой лирической подкладкой в «Домашнем аресте». А также роль офицера КГБ в сериале «Рауфа Кубаева» «С чего начинается родина». Там в персонаже ничего лирико-комедийного не было. Это волевой, жесткий служака, добивающийся своего любым способом. Цель, конечно, может быть суперблагородной, а вот методы ее достижения циничными да нельзя. Но у актера какое-то животное обаяние, что бы он ни делал, смотреть на него интересно. К тому же испытываешь к его персонажам необъяснимое расположение. Он принадлежит к породе больших артистов, таких как наш Борис Андреев и не наш Жан Габин. Станет ли Рабак с ними вровень? Посмотрим данные есть. В восьмисерийном шторме все вроде как у людей. На НТВ и в триллерах на других каналах, только одно отличие. Существенное. И оно в образе главного героя. Сочетание несочетаемого. Во-первых, он влюблен, и не просто, а жизнь готов отдать ради своей возлюбленной. Ее играет Анна Михалкова, с которой режиссер недавно успешно работал в сериале «Обычная женщина». Ее взрослую дочь-студентку Дарья Жавнер, недавно ярко блеснувшая в тесноте. Сразу отметим, что здесь все, и большие и маленькие, роли сыграны очень хорошо. И никаких сомнений не вызывает искренность чувств Градаван, рабак, к женщине, которая отнюдь не раз красавица, а обыкновенная преподавательница в институте, на вид типичная домохозяйка. Тем удивительнее происходящее, и радуешься почему-то, что бывают такие мужики, большие, сильные, трепетно любящие своих жен, тем более что в сериале есть противоположный тип. Это друг Градаван, полицейский из убойного отдела, маленький вертлявой Асокин, Максим Логашкин, который к женщинам относится исключительно потребительски. Есть у него одна более-менее постоянная жена, Анна Котова, которая как будто смирилась со своим временным положением. И вот второе несовместимое обстоятельство, этот влюбленный Градав следователь, и не простой, а расследующий экономические преступления в городе, где вся экономика криминальная. Человек жесткий, беспощадный, даже циничный, вполне соответствующий времени своим клиентам, которые сплошь крайне опасные люди, коррупционеры и воры, к тому же рвущиеся к власти. Кажется, невозможно сочетание нежности и цинизма профессии. И цинизм этот нельзя назвать здоровым. Во имя спасения любимой женщины Градав манипулирует людьми, одних сажает в тюрьму, других коварно обманывает, третьих шантажирует, четвертых убивает. Несмотря на то, что большую часть убийств в сериале совершают нереально отвратительные кандидаты в мэры Крюков, Геннадий Смирнов, его адвокат, отличная работа Михаила Брашиского, и особенно старший партнер Крюкова Маргулис, Александр Масин, а именно Градав с его симпатичным и тоже обаятельным подручным киллером, Максим Яковлев, все равно остаешься на его стороне. Потому, наверное, что делает он это не для себя, а во имя спасения смертельно больной жены, а убитые сплошь очень плохие люди и место им в тюрьме. Но почему все-таки их судьбу, жить им или не жить, решает Градав. В противостоянии Градова и Асокина, который в середине сериала стал догадываться, что друг то того, предатель, взяточник и убийца, побеждает Градав. Благодаря стараниям режиссера и выдающейся команде сценаристов, Наталья Мещанинова, Степан Диванин, Илья Тилькин, мы смотрим на события глазами Градава, а не его жертв. Но их жалко. Особенно инженера Маркина, Валерия Дейченко, который видно, что испытывает угрызение совести, перестрадал и все передумал, сиджучи в тюрьме, и у него тоже любящая и тоже больная жена. Можно согласиться с тем, что он и другие погибли во имя того, чтобы жена Градава могла спокойно лечиться в Германии. Стоит ли ее гепатит стольких жизней? И что с ней станет, когда она узнает, сколько людей за нее положили? По правде говоря, она еще до наступления лекарственной депрессии перестала вызывать горячее сочувствие. Дай Градав из борца за справедливость постепенно стал превращаться в хряка, сметающего всех на своем пути. Хотя шлейф неотразимого обаяния русского богатыря, заработанного в первых сериях, остается. К концу сериала вообще не знаешь, кому все переживать. Светлая, всепоглощающая любовь Градава к жене и его абсолютное бессердечие в отношении женщин, мужей которых он убил, никак не сочетаются. Тут что-либо одно. Вместе это какое-то монструозное извращение. Вообще, во всех упомянутых выше сетевых сериалах есть похожий нравственный, так сказать, заступ. В декабре в центре беспредельщик, который, зная, что у него спит, заражает вирусом всех подряд вплоть до невесты друга, а через общую любовницу брата и его семью. Таким образом изобличается творческая интеллигенция. В содержанках под прицелом бизнес-элита. Здесь тоже только и делают, что коварно предают и убивают. В финале герои, представители финансовой верхушки, говорят, мы все извращенцы. А в шторме кошмар в государственных структурах и правоохранительных органах. Таков приговор кинематографистов всем сферам современной русской жизни. И о звучащем в сериале «Матье». Это тоже модное извращение. Знак якобы свободы и правды. Поначалу обсценная лексика шокирует, особенно в женских устах, потом к ней привыкаешь, потом перестаешь замечать, но к концу фильма герои вдруг стали обходиться без нее. Значит, можно обойтись. А Робак – выдающийся актер, хорошие его партнеры, и все создатели сериала. Задали они нам задачу.